Всем привет! В продаже есть множество таких дешевых, желтеньких, инфракрасных термометров-пирометров. Но, помимо вот таких безымянных термометров, есть термометры и фирменные, у которых есть четыре больших преимущества. Первое, это отображение максимум-минимума среднего или разницы между минимумом и максимумом вместе с измеряемой температурой. Второе, непрерывное измерение без нажатия кнопки. Третье, настройка коэффициента эмиссии. И четвертое, широкий диапазон измеряемой температуры, обычно от минус 50 до 500 и более градусов. Я изучил два таких продвинутых термометра. Один называется Unite UT306S, второй называется Aneng TH104. Unite продается вот в таком блистере, он не запечатан, его легко можно сдвинуть. В комплекте есть солевые батарейки, но я рекомендую сразу поставить нормальные щелочные, а солевые пусть там и остаются. Здесь тоже в комплекте солевая батарейка и тоже лучше поставить щелочные. Здесь батарейки ставятся вот так снизу, две батарейки, 3А. Здесь отщелкивается передняя часть, и вот ставится одна батарейка 2А. По размеру Unite чуть поменьше. А вес с батарейками у них практически одинаковый. Aneng весит 162 грамма, Unite 163 грамма. Это со щелочными батарейками. Вот так выглядят приборы спереди. У них кнопки измерения температуры. Но я буду говорить слово курок, оно конечно неправильное, но не знаю как по-другому это сказать. Для включения нужно нажать на этот самый курок. Ну как видите, у Unite мгновенно экран зажегся, появилась температура. Тут прошло некоторое время, прежде чем температура появилась. В обычном режиме нажимаем кнопку. И если кнопку держим, то непрерывно идет измерение. Внизу отображается в данном случае максимум. Вот если я руку подставлю, то температура увеличилась. И увеличился максимум. Отпускаю, все зафиксировалось. А когда начинается новое измерение, опять максимум сбрасывается, и все начинается заново. Вместо максимум можно выбрать минимум, среднее и разницу между максимумом и минимумом. Здесь в общем-то все то же самое. Один раз нажали, измерилось, показалось. Нажали, держим, непрерывное сканирование. Тут оно происходит чуть быстрее. Тут где-то одно измерение в секунду, а тут 12 измерений за 10 секунд. Размер экрана у ЮНИТЕ чуть побольше, чем цветной у АНЕНГО. И цифры основной температуры тоже больше. Видно их хорошо. И я не могу сказать, что вот этот цветной экран более различим, чем черно-белый. Вы сейчас видите, что экраны погасли, потому что через 15 секунд бездействия приборы сами собой выключаются. Теперь расскажу про один и про другой отдельно. Ну, разумеется, есть отдельная кнопка включения лазера. Вот появился лазерный лучик, выключается. И тут есть отдельная кнопка включения непрерывных измерений. Как это работает? Вот сейчас для того, чтобы измерять температуру непрерывно, нужно нажать кнопку и держать ее. А второй вариант. Нажать вот эту кнопку замком. Вот все. Вот началось непрерывное измерение. И оно будет продолжаться бесконечно долго, пока батарейки не сядут. Чтобы его остановить, просто нажимаем кнопку. А дальше уже будет работать как обычно. То есть однократное измерение при нажатии и при долгом нажатии непрерывное измерение. Ну и опять же, если опять нажать замочек, опять будет непрерывное измерение сразу начнется. Мне кажется, очень удобно. Тут сделано по-другому. Тут для того, чтобы запустить вот это непрерывное измерение, нужно нажать кнопку SET 5 раз. Раз, два, три, четыре, пять. Дальше включить непрерывное измерение. Еще раз нажать SET и курок. Вот пошел процесс непрерывного измерения. И так он и будет идти. Однократное нажатие на кнопку прекращает измерение. Повторное нажатие опять запускает непрерывное измерение. Кнопку я не держу. И выключить его можно двумя способами. Либо дождаться 15 секунд, чтобы прибор сам выключился. Либо опять пять раз SET. Соответственно, OFF, SET, курок. Вот сейчас мы выключили непрерывное измерение. По-моему, не очень удобно. Зато здесь есть отдельная кнопка установки коэффициента эмиссии. Вот он стоит 0.95. Я нажал одну кнопку и можно его менять. Вот 0.94 или 0.96. Это коэффициент отражения поверхности. То есть для разных поверхностей он должен стоять разный для того, чтобы правильно показывалась температура. Обратите внимание, что коэффициент эмиссии показывается в правом нижнем углу. То есть там же, где всякие минимумы и максимумы. То есть если я сейчас сменю на максимум, то коэффициент эмиссии уже не виден. Здесь отдельной кнопки нет. Но на мой взгляд сделан удобнее. Потому что коэффициент эмиссии все время показывается вот здесь в левом верхнем углу. Он очень мелкий, но в принципе его вполне видно. Оставится он следующим образом. Нажимаем SET долго. Два раза SET. Вот коэффициент эмиссии. Можно плюс и минус менять. Вот он 0.96. 0.94. Я не знаю, сколько вам видно, потому что очень мелко. Все, поставили. Что еще? Кнопка M на NENG меняет режимы максимум, минимум, средняя, разница и коэффициент эмиссии. Кнопка MOTE на UNIT T точно так же меняет максимум, минимум, средняя и разницу. Коэффициент эмиссии показывается все время, поэтому переключать на него не нужно. Кнопка вниз у NENG включает-выключает лазер. Здесь есть отдельная кнопка для этого. И кнопка SET позволяет настроить режимы. Максимальная температура предупреждения, минимальная температура предупреждения, Цельсия и Фаленгейты. Звук включен-выключен. Кстати, со звуком тут тоже такой момент, что вот когда звук включен, вот он сейчас включен, он реагирует на все. То есть каждое нажатие кнопки все время пищит. Конечно, это неудобно. И, в общем, единственное, что можно с этим звуком сделать, это выключить его сразу и навсегда. Ну и следующее после звука, это вот тот самый режим неправильных измерений, который может быть включен и выключен. Все. Здесь со звуком сделано лучше. Звук тут только предупреждающий. Вот сейчас он включен, никаких писков на нажатие клавиши, на измерения нет. Писки только если температура выйдет за предел диапазона. Ну и долгое нажатие на SET включает настройки. Вот предупреждение максимальной температуры, минимальной температуры. И тот самый коэффициент эмиссии. Цельсия и фаренгейты. Вот сейчас звук включен и выключен. Да и все. Вот такие приборчики. Что по точности? Сейчас в комнате ровно 27 градусов. Пробую измерить температуру и тем и другим. Одновременно стола. Который должен быть эти самые 27 градусов. Ну, ЮНИТ показывает 29,4. АНН показывает 28,4. Максимальная 29,6 у ЮНИТ. Максимальная 28,8 у АНН. При этом на самом деле сейчас 26,9-27 градусов. То есть в общем оба врут. Положен им врать максимум на 2 градуса. Ну в общем более-менее они в это дело вписываются. Ну тут технология такая. На самом деле это нормально. И они в общем для того, чтобы с не очень высокой точностью измерять температуру. Что я попробовал еще сделать? Я попробовал скипятить чайник, навести на него приборы. ЮНИТ показал 94 градуса. АНН показал 97 градусов. Ну это было ближе. Значит чайник пластиковый, темный, не блестящий. Это в общем ближе. Ну и то и другое не с том. Попробовал измерить температуру мощной светодиодной лампы. Получилось следующее. ЮНИТ 90,6 градусов. АНН 90,5. То есть прям вот они в данном случае попали. Поэтому ну плюс-минус 2 градуса я думаю, что нормально. Поэтому по точности скорее всего они одинаковые. По удобству мне больше понравилось ЮНИТ. Кстати у него есть версия с цветным экраном. Вот этот называется УТ306С. А есть УТ306С с цветным экраном. И он стоит где-то рублей на 300 дороже. Кстати я не сказал о ценах. Они стоят приблизительно 1000 рублей. И тут другой. Ну вот 1300 такой с цветным экраном. Почему бы мне понравился больше ЮНИТ, чем АННГ? Прежде всего вот за эту кнопку включения непрерывных измерений. Мне кажется это очень удобно. Нажал, все. Вот он меряет. Меряет, меряет, меряет сколько хочешь. Нажал курок, перестал мерить. По-моему отлично решение. А кнопка EMS отдельно здесь. Не настолько часто это нужно. И в общем достаточно удобно здесь просто три раза нажать кнопку SET. Один раз длинный, два коралки. Для того, чтобы то же самое сделать. Ну и плюс в том, что здесь коэффициент эмиссии показывается всегда. А здесь он показывается только вместо максимума минимума. Ну по-моему вот в данном случае. Я не могу сказать, что этот прибор гораздо лучше, чем этот. Ну просто чуть удобнее. Ну и экран побольше, цифры побольше основные. Так что в общем я для себя выбрал вот этот вот юниты. Единственное, что наверное я попробую взять не этот, а тот который с цветным экраном. Разница по цене небольшая, а может быть это будет приятнее. Плюс там кстати еще лазер не точка, а там точка и вокруг кружок, который показывает приблизительно где ведется измерение. Надеюсь вам было интересно. И в этот раз я вас попрошу не просто подписаться на канал, а еще и подписаться на мой телеграм. Потому что там гораздо больше всего, чем на ютюбе. И я думаю, что вам должно быть интересно. Спасибо за внимание. Пока-пока.